Сегодня у нас в гостях начальник управления сельского хозяйства Виктор Васильевич Татаринов. Виктор Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Проблема безнадзорно гуляющего скота в Астраханской области актуальна, как и в Ахтубинском районе. Вот какие меры предпринимаются в нашем районе? Что делается для того, чтобы избежать этой ситуации? Вы абсолютно правы, ситуация очень актуальна. Это связано с тем, что в 2019 году участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием безнадзорно гуляющих сельхозживотных. Это и коровы, и лошади. В Ахтубинском районе тяжелых случаев не было, слава богу, но это избежать нельзя, потому что такие факты безнадзорного выгула у нас есть. И поэтому вопрос находится на контроле и у областного правительства. В мае у нас проводилось совещание под представительством министра сельского хозяйства Астраханской области, где была поставлена задача практически еженедельно проводить рейды. Безнадзорный выгул животных – это прежде всего нарушение правил благоустройства, утвержденных в каждом поселении Ахтубинского района. И специалисты сельских администраций, городской администрации в праве занимаются этой работой, то есть сами выявляют факты, составляют административные материалы. Но именно, что необходимо оказать практическую помощь в этой работе. Задачей министрам было поставлено и районной администрации, но, безусловно, управление сельского хозяйства. Поэтому мы еженедельно отчитываемся перед областным правительством о проделанной работе, и, соответственно, еженедельно проводим рейдовые мероприятия. Так у нас был выявлен в мае месяце факт безнадзорного выпаса крупного рогатого скота в районе села Сокрутовка. На владельца скота составлен административный материал. В настоящее время сумма штрафов, накладываемая на физических лиц, допустивших нарушение правил выпаса, определено законом Астраханской области, и санкция предусматривает до 5000 штрафов. Кроме того, во всех у нас сельских поселениях утверждены, ну, произведены расчеты и утверждены именно нормативными актами расценки на содержание безнадзорных животных. То есть определены те хозяйствующие субъекты, которые имеют условия для содержания безнадзорных животных и готовы взять на себя эту обязанность. Ну, соответственно, каким-то образом уже должны компенсировать им затраты, связанные и с расходом кормов, с уходом, с содержанием и так далее. И вот эти расценки, ну, в среднем по району, они составляют где-то 1500 на голову в сутки. Получается, часть этих денег тому, кто организовывает, да, стоянку, загонку? Ну, эти средства практически полностью должны идти тем, кто осуществляет работу по загону скота безнадзорных гуляющего, а такую помощь нам Ахтубинское хуторское казачество, как бы, согласилось оказать. Вот. И, ну, основная часть средств – это непосредственно тому хозяйствующему субъекту, который, еще раз говорю, задействует своих работников, закупает сам и занимается раздачей кормов, там, поением скота, то есть надлежащим содержанием. То есть это расходы, в бюджет поселения поступают только суммы от штрафов. Значит, ну и вот аналогичный рейд у нас проводился вчера, то есть 13 июня в селе Болхуны. Нужно отметить, что от жителей села Болхуны неоднократно поступали жалобы, что скот выпасается в большом количестве на территории села практически, рядом с селом непосредственной близости, именно выпасается безнадзорно. Значит, это рейдовое мероприятие у нас проводилось с участием, опять-таки, Ахтубинского хуторского казачества, ну и участковый инспектор полиции. Значит, обнаружено было рядом с селом на окраине села практически стадо. Это стадо мы загнали хозяину помещений, у которого заключен договор с администрацией села Болхун на временное содержание вот таких безнадзорных животных. И, соответственно, у него есть условия. Житель села Болхун – музаев. В общей сложности мы поместили ему на временное хранение 42 головы крупного рогатого скота. Вчера в Болхунах 42? 42 головы, из которых 9 были телята, да, и остальные… Гуляли без пастуха. Да, остальные взрослые особи. Вот, но у нас процедура вот эта загона скота, честно говоря, скот в незнакомый баз загнать довольно сложно. То есть в чужой баз скотина и не идет. Процедура у нас была длительная. Она там, наверное, больше часа продолжалась, наверное, часа полтора. Вот. Поместили мы этот скот, значит, вот именно на скотный двор музаева. После этого у нас появилась жительница села Болхун, Сидоренко Тамара Григорьевна, которая, как бы, пришла с претензиями, говорит, это мой скот, почему его забрали, что за беспредел и так далее. Мы объяснили, что без выпаса, безнадзорным, во-первых, нарушается правило содержания предусмотренное, и правило выпаса предусмотренное в сельском поселении села Болхуна. Из-за этого предусмотрен штраф административный, да. Кроме того, скот мы можем возвратить только законному владельцу. Стали выяснять, является ли она законным владельцем. На что, значит, Тамара Григорьева нам стала объяснять, что нет, скот принадлежит ее сестре. Сестры в Ахтубинском районе в настоящее время нет, у нее якобы была доверенность, но доверенность просроченная, но, тем не менее, требовала, чтобы скот ей вернули. Кстати говоря, и другие жители села Болхун приходили и тоже интересовались, а не попал ли их скот, тоже, ну, как бы, подход, мы сказали, будет ко всем одинаковый. То есть выявляется, да, на хозяина административный протокол, забирайте, больше не пропускайте правонарушений. Вот, но вернуть, еще раз говорю, мы можем только хозяину, если скот беркованный, если по данным сельского по хозяйственному учету, который ведется в администрации Болхун, и по данным ветеринарной службы, по беркам можно отслететь хозяина, мы возвращаем. Если скот вообще, как бы, никак не мечен, никак не берка, ни номера, ни товра, ничего нет, и хозяина нужна будет целая процедура, чтобы устанавливать хозяина. Но, еще раз говорю, человеку вот так вот посторонним, мы, естественно, скот возвратить не могли. Ну, у нее это, естественно, там не... Мягко говоря, возмущение вызвало, да? Да, возмущение вызвало, но, тем не менее, она вроде бы успокоилась, ушла домой, а сегодня ночью, вместе с неустановленными лицами, граждан Сидоренко незаконно проникла на скотный двор Музаева, значит, сорвала там замок, начала выгонять скот. Поскольку Музаеву мы официально по акту передали на временное хранение до установления владельца передачи, то он пытался как-то воспрепятствовать этим действием, но никак, очень буйно себя вела граждан Сидоренко, там чуть ли не до драки доходило, да, хотя, ну, Музаев говорит, мне неудобно как-то в силовую борьбу с женщиной вступать. Она там еще дополнительно каких-то мужчин привлекла, не знаю, наняла, каким образом она их привлекла к этим незаконным действиям. Но, тем не менее, скот весь был выпущен, частично Музаев смог его назад загнать, ну, наверное, порядка 30 голов, а часть скота просто разбежалась. Ну, по данному факту направлена администрация Хтубинского района официальное обращение в полицию. Полиция в настоящее время проводит процессуальную проверку, думаю, примет законные решения и даст правовую оценку действиям гражданки Сидоренко. Виктор Васильевич, ну, такой яркий пример, да, что отстаивала на своих кормилиц, пыталась спасти, а если человек не забирает свою скотину? Ну, штраф за сутки, да, простой. Ну, вот смотрите, снова оговоримся, штраф это 5 до 5 тысяч рублей, это по закону Астраханской области, а дальше это ведь не штраф, а возмещение расходов и убытков, понесенных в связи с содержанием, да? Полторы тысячи. Да, полторы тысячи. В среднем по району, еще раз говорю, вот эти расценки и калькуляции утверждены в каждом поселении Хтубинского района, но я говорю, среднее, вот так математическое, где-то полутора тысячи. Ну, вот за одну голову полторы тысячи, а в среднем у нас минимальная цена коровы, допустим, 38 тысяч. Да. Простояло больше месяца. Естественно, хозяин, наверное, не захочет ее уже забирать, поскольку оно того не стоит. Ну, я так думаю. Если не забирает хозяин, что дальше со скотиной? Значит, по поводу бесхозяйных животных, да, все определено Гражданским кодексом. То есть гражданин, задержавший, вот бесхозяйно блуждающих животных, значит, должен возвратить их законному владельцу. Вот, если законный владелец не установлен, ну, я говорю, как написано в законе, да, то он сообщает в органы местного управления, то есть в администрацию, в полицию. Но в данном случае мы бы уже были осведомлены, что данный факт свершился. Больше того, фактически мы явились теми лицами, которые задержали. Вот, если хозяин в течение шести месяцев не установлен, то он переходит в собственность того лица, который его содержал, содержал данный скот. То есть приобретает он законное право, данный скот становится собственником. Ну, имеет право там держать дальше, продать его личное уже, как говорится, дело. То есть это становится собственностью того, кто его содержит. Рейдовая работа, она еженедельная. Как долго продлиться? Ну, пока у нас все-таки данные нарушения будут иметь место. Так мы эту рейдовую работу будем проводить. То есть я думаю, что это весь летний, осенний период. Пока не прекратится пастбичный период, да, пока не станут уже на, как говорится, не поставят скот на зимнее стойловое содержание собственники. Весь, предполагаю, что летний, осенний период эта работа будет продолжаться. Хотя, я вот сразу хочу сказать, что, ну, каждый, наверное, задумается, ой, полторы тысячи за голову. Это же как-то много. Что это за расценки? Ну, давайте говорить так. Это связано, наверное, с тем, что у нас, кстати говоря, в этом году не очень хорошая ситуация будет с кормами. Да, не было воды, будет мало сена, оно будет дорогое. То есть сейчас, получается, тот, кто временно содержит этот скот, должен либо сам понести затраты, связанные с покосом сены, либо его приобрести, привезти, раздать, соответственно, попоить. Там, возможно, сейчас какие-то ветеринарные обработки понадобятся. Вот. Это расходы. А потом, честно говоря, вот эти, ну, расценки, я бы, наверное, какими-то драконовскими назвал бы, ну, они, с одной стороны, экономически обоснованы, с другой стороны, они ведь не призваны кого-то разорить, а кому-то помочь обогатиться. Они, считаю, что должны сыграть свою роль, что вот на примере подобных товарищей, подобных задержаний, люди должны понять, те, кто содержит скот, что нарушать правила выпаса скота нельзя, что скот должен пастись только с пастухом в отведенных местах, и ни в коем случае не на территории села, не на территории детского садика. Ну, вот как-то так. Не объедать присадники соседям. Вот, кстати, про отведенные места. Они в курсе, хозяева, что это за места, границы, территории? Да, у нас практически в каждом населенном пункте, опять-таки, отведены специальные места для выпаса общественного стада, да. Хотя, вот, опять-таки, должен сказать, что, ну, наверное, не совсем правильно, когда у нас находятся люди, которые в черте населенного пункта, в черте села, держат, там, до ста голов крупного рогатого скота, то есть мало того, что они создают неудобства соседям, да, будем говорить, но при этом они не регистрируют свой бизнес. То есть я понимаю, личное подсобное хозяйство, одна, две, три, пять коров, да, это личное подсобное хозяйство, которое, ну, и по закону служит для удовлетворения, там, личных нужд, да. А когда до ста голов, это явно бизнес, и, получается, люди умудряются этот бизнес не регистрировать, налоги не платить, землю официально в аренду брать не хотят. То есть у нас все фермеры, нормальная существует деятельность, берут земельные участки в аренду, либо в собственность, там, паевая земля, оформляют ее в собственность, выкупают, либо, в крайнем случае, берут в аренду. А вот, чтобы, называется, не заплатить ни копейки в бюджет, значит, есть такие вот товарищи, которые, еще раз говорю, не арендуют землю, у них нет земли, у них есть только собственный двор, на котором вот сто голов, а все остальное время, поскольку земли у них, собственно, нет, но общественное стадо, еще раз говорю, прежде всего создавалось, и вот эти места отводились, еще раз говорю, для таких людей, которые там, одна, две, три, пять коров, вот это общественное стадо. Но когда у вас бизнес, ну, наверное, даже не вот это место специально отведенное для общественного стада, это должен быть собственный земельный участок или арендованный, за который человек должен платить аренду, налоги и законно заниматься бизнесом. Ну, то есть, эта проблема еще существует. А проблема беркования, она осталась? Да, ну, у нас, собственно, сельхозживотных любят ссылаться на то, что берки недолговечные, что там мороз или жара, и они испадают и так далее. Но дело в том, что по ветеринарным правилам можно, скажем так, метить животных разными способами. Это могут быть и выщипы на ушах, то есть есть как бы специальные таблицы, специальные приборы, то есть определенный выщип соответствует номеру. То есть, таким образом, номер животного можно путем выщипа на ушах. Это может быть таврение, то есть тавро на крупе животного. Это может быть бирка. А может быть установка чипа, который вводится подкожно, и, собственно говоря, он там стоит тоже порядка 100 рублей, и он вечный, пока животное на забой не пойдет, чип сохраняется. Поэтому, да, обязательно любым из вышеперечисленных способов животное должно быть помечено. Или вот как раз, тем более в случае безнадзорного выпаса скота, у собственника возникнут проблемы с доказыванием, что этот скот принадлежит именно ему. Потому что, ну, сейчас, скажу, не один человек опять заявится, каждый будет говорить, да это моя скотинка. Ну, и вопрос, который касается лично меня. Совсем недавно вольно гуляющий скот поел мои насаждения, да, которые были за забором. Несмотря на это, было очень неприятно. Да и в прошлом году к нам обращались ахтубинцы заснять последствия. Как себя здесь вести? Нужно ли фиксировать на видео? Некоторые говорят, что нужно сопровождать корову, чтобы вычислить хозяина. Вот как? Есть способ либо задержать животное и удерживать, пока не будет установлен хозяин. В течение трех дней, если он к вам не обратился, вы сообщаете в администрацию и в полицию о том, что задержали безхозяинный скот, он уходится на вас, у вас находится на подворье, да. И имеете право потом с хозяина требовать возмещения расходов, понесенных в связи с содержанием скота. Если у вас нет условий для содержания, ну, действительно, как мы говорим, место скотного двора у вас просто гараж, то, наверное, действительно в гараже коровы не стоит держать скот. Ну, при наличии бирки, либо еще, как я говорил, товра, еще что-то, нужно зафиксировать факт, что эта скотина находилась без пастуха, сфотографировать так, чтобы был виден номер, и все эти материалы вместе с заявлением направить в органы местного управления для привлечения виновного к административной ответственности. Виновного, я имею в виду, собственника животного. Для того, чтобы проблема не повторялась вновь. Виктор Васильевич, спасибо вам за подробный рассказ о наболевшем.